Субтитры сделал DimaTorzok Справа и слева «Стать спонсором» или «Суперспасибо». Мы благодарны за любую помощь. Но сейчас я бы хотел поговорить о ситуации на войне в Украине, ну и на войне в Израиле. Дело в том, что Израиль сейчас очень пристально следит, что происходит с ситуацией в энергосистеме Украины. Дело в том, что вот на этих днях генеральный директор госкомпании НОГА, Шауль Гольдштейн, это компания в Израиле, которая отвечает за управление национальной электроэнергетической системой, заявил на конференции, которая проводилась в городе Сдерот, это сравнительно недалеко от границы с газой, что мы находимся не в хорошей ситуации и не готовы в войне. Он предупредил, что если будет выведена из строя электросеть, то после 72 часов вот житья без электричества в Израиле начнется хаос и, в общем-то, катастрофа. Это такие вот мрачные прогнозы, связанные они с приближающейся войной с Хизбаллой, с Ливаном, о которой у нас много говорят и по некоторым данным она начнется буквально через неделю-две. Ну, я бы на эту тему хотел бы поговорить, и не только на эту, с доктором Валентином Гайдаем из Киева, историк, политтехнолог, директор института, политолог, простите, директор института Интермариума. Валентин, привет, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Мы все время слышим про удары по энергосистеме Украины. Вот сейчас, в разгар лета, эти удары продолжаются. По некоторым данным, выведено там из строя чуть ли не 70 или 80 процентов энергетических мощностей. Я прошу прощения, цифру я называю неточной. Вы меня поправите. Да, около 80. И при этом Украина продолжает работать. Что происходит у вас с энергосистемой? И как вообще Украина собирается встретить холода? Смотрите, спасибо за ваш вопрос. Смотрите, сразу поправлю. 80 процентов, это со слов нашего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Это имеется в виду именно та электроэнергия, которая вырабатывается ТЭС и ТЭЦ. То есть понятно, что у нас еще есть зеленая энергетика, различные солнечные электростанции. И самое главное, атомная. Вот атомная, она дает львиную долю более 50 процентов именно всей генерации. А именно теплоэлектростанции, да, Россия уничтожила вот примерно 80 процентов из них. Или вывела из строя. Как мы собираемся встречать холода? Вопросы интересны, потому что действительно дефицит у нас огромный. И понятно, даже с тахановскими методами мы не сможем увеличить мощности. Даже плюс импортируя электричество из-за границы, из пяти стран. Я напомню, мы сейчас берем электричество, да, электроэнергию. Польша, Словакия, Румыния, Венгрия и Молдова. Вот. Даже сейчас... Кстати, Валентин, в этом вы выгодно отличаетесь от Израиля. Потому что у нас нету импорта электроэнергии. Нам ее брать негде. Мы всю электроэнергию вырабатываем сами. Да, я понимаю, что... Есть определенный обмен, там был немножко с Иорданией, но это такие вот незначительные. То есть это скорее обмен электроэнергии в моменты перегрузок. Но это не серьезный импорт электроэнергии. Да, я понимаю, там как бы таких гигантов нет, тем более, насколько я знаю, да, энергетических близостей. Вот. Поэтому, да, я понимаю, что у вас может быть ситуация потенциально еще хуже в энергетике, чем у нас. Но, возвращаясь все-таки к Украине, ну, даже сейчас, в разгар лета, видите, у нас... Я хочу просто сказать нашим зрителям уважаемым, что мы с вами, по-моему, третий раз, да, вот сейчас договариваемся о записи эфира, потому что постоянно так попадало, что в Киеве не было света. Ну, или вы были заняты, да, Александр, или у меня не было света. Поэтому вот вам и все прелести, да, вот. Да. А вот плановые, какие у вас плановые отключения электроэнергии? Вот в Киеве сколько раз отключаете? И в других городах вы можете назвать потом тоже? Так же работает или по-другому? Ну, смотрите, все зависит от количества ТЭЦ и ТЭС, ну, или других электростанций. Даже вот по Киеву, я смотрю, в разных районах по-разному отключают свет. То есть в некоторых бывает, что нет по 6 часов, в некоторых по 2 часа. Скажу сразу, объекты критической инфраструктуры и предприятия ВПК, они всегда со светом. То есть такого нет, чтобы они выключались. Поэтому если Россия ставит себе цель уничтожить там или как-то пристановить наш ВПК, то она сильно ошибается. Кроме ненависти еще больше простых украинцев, которые должны съесть без света, она ничего не вызовет. Ну, в целом, вот повторюсь, по Киеву разная ситуация. Например, в моем районе где-то 2-3 раза в сутки отключают свет примерно на 3 часа. Ну, понятное дело, если это ночь, то как бы это еще можно пережить. Но вечером или утром, когда многие едут на работу, конечно, есть определенные неудобства. Хотя тут тоже есть разные графики. То есть, например, если в понедельник отключили свет в 9 утра, то во вторник уже его отключат или на 2-3 часа раньше, или на 2-3 часа позже, или на час позже, или раньше. То есть, такого не будет, что каждый день в 9 утра или, например, в 8 утра или в 6 утра будут отключать свет. То есть, есть графики и есть очереди. Там первая очередь, вторая очередь, третья очередь. Но эти графики сообщаются? То есть, это не так, что сюрприз? Да. Ну, смотрите, они-то сообщаются, но у нас бывает ситуация улучшается или ухудшается в энергосистеме. И, например, если она улучшается, то графики могут не работать. То есть, например, целый день может быть со светом. И иногда бывает из-за этого неудобно, потому что, например, или стирка, или какая-то уборка, или еще что-то. Ну, в принципе, любая рутинная работа, она привязана к электричеству. И если ты смотришь, что, например, с 6 вечера не должно быть света, а он есть, то ты вот думаешь, а если я сейчас поставлю стирку, да, или еще что-то. И машина застрянет на полпути, да? Вот, да, грубо говоря, да. Поэтому это очень неудобно. Ситуация улучшается на выходных, когда некоторые предприятия не работают, те же университеты. Меньше нагрузки, да. Конечно, да. Особенно в воскресенье тогда, конечно, уже нормально. Вот это и в Киеве, и в других городах-миллионниках. Особенно там, ну, на западе, да, ближе к западу. Вот, конечно, ситуация на юго-востоке, ближе к прифронтовой зоне, она хуже. Вот, потому что там и в Харькове намного дольше отключения, и в Запорожье, и на Донбассе, понятное дело, там постоянные обстрелы. Вот Россия же у нас Донбасс спасает, да, поэтому, наверное, от света. Вот, поэтому вот там ситуация хуже. Вот, но, конечно, сейчас вопрос, как мы встретим зиму, действительно, он актуальный, потому что потребление, сами понимаете, зимой и уже в более позднюю, ну, скажем так, в позднюю осень, да, оно, конечно, будет больше, потребление электричества. Это и свет, это и отопление, это и горячая вода. Вот, и я боюсь, что нас может не спасти вот ныне существующая генерация. Хотя обещают, что в августе должна качественная ситуация улучшиться, вернее, скажем так, значительно. Это когда ведут в строй после планового ремонта два энергоблока АЭС. Я вот сказал с самого начала, что это самый главный источник нашей генерации, да, именно атомной электростанции. Вот, но смогут ли они вытянуть нас в зимний период, в зимнеотопительный, скажем так, Ну, это вопрос все-таки к специалисту, вот, но насколько я сейчас ощущаю, да, ситуацию и слышу комментарии тех же экспертов в энергетике и официальных лиц Киевэнерго, да, например, то они говорят, что, ну, может такое быть, что придется зимой сидеть по 18-20 часов без света. Насколько это будет правда или неправда, посмотрим. Покажет время, да, это от многого зависит. Но что хотел сказать в завершении этой темы, год назад тоже говорили эксперты, что вот летом прошлого года тоже могут быть отключения, потому что есть потребление электричества, вот электроэнергии, вот в связи с работой кондиционера, в связи с жарким летом, да, или даже аномально жарким летом, но, как вы знаете, в прошлом летом у нас не отключали ни разу электричество. Валентин, а вот меня интересует такой вопрос, вот вы говорите, отключает, вот там в 6 часов вечера отключается свет, а как быть… Я не так не знаю, бывает, им есть… Я не об этом сейчас, я пример привожу, да, то есть в это время отключаются лифты в домах, подача воды, как это происходит? И все это связано с электричеством, я имею в виду высотные дома, там 8, 10, 15, 20 этажей. Или там лифты работают как-то обособленно в автономном режиме от отдельной сети, как бы? Ну, в новых домах, а они бывают и по 25 этажей, и по 30 этажей, там очень часто лифты могут работать, то есть там могут быть установлены дополнительные панели, да, которые питают эти лифты. Но, конечно, если мы говорим про такие, скажем так, советского периода, да, многоэтажки, то, как правило, там лифты не работают, и, конечно, для людей, особенно пожилых, это, ну, давайте, скажем, прямо это испытание целое, вот подняться или спуститься. Ну, я не случайно задал этот вопрос, я помню, что вот после начала войны, вот первые там несколько месяцев, у меня просто много знакомых в Киеве, в частности, есть там вот родственники жены, они пожилые люди, очень пожилые, им более 70 лет, они живут и сейчас живут в новом районе, если не ошибаюсь, не то на 25, не то на 23 этаже, на самом деле это уже не столь принципиально. Я помню, что у них по несколько дней не работал лифт, и, соответственно, и не работала подача воды, а, естественно, притащить ведро воды там на 20 какой-то этаж, это совершенно нереально. Вот я вот поэтому и задал этот вопрос, то есть сейчас как-то нашли решение этого? С подачей воды вроде бы пока таких острых проблем нет, в любом случае я не слышал, чтобы кто-то писал, или там, или коллеги по работе, или просто знакомые жаловались, да, то есть подача воды есть. Единственное, что я замечаю, не работают бюветы, вот эти, знаете, уличные, когда отключают свет, это да, правда. Ну вот и аквабоксы, и бюветы, они, да, они не работают, но так именно вода... Валентина, я прошу прощения, а что такое бювет? Бювет? Ну, я думал, что вы знаете. А я не знаю. Это как на улице колонка, знаете, вот водокачка, грубо говоря. А, ну колонка, водокачка, я знаю, слово бювет я не знаю, извините. Ну, у нас, ну это, знаете, вот такая не банальная водокачка, а как-то такая культурная, то есть там вот в виде такой, скажем, беседки. Вот у меня, скажем, бювет в таком китайском стиле, да, стоит, например. Вот, там четыре колонки такие, четыре водокачки. А зачем они, ведь есть же, или подача воды есть в каждом доме, то есть зачем они были построены? Или это остатки, так сказать, старого Киева? Нет, ну некоторые, это артезианские скважины, да, вот из юрского периода, якобы, я же не знаю, насколько там юрский период или не юрский, да. Ну, говорят, что вода там чище, вот, на самом-то деле. Ну, в принципе... А, ну то есть это типа, это типа как бы болус, да, вот кто хочет, может набрать такую воду вместо минеральной и наслаждаться. Ну, как минеральная, у нас-то, у нас из-под канона не течет минеральная вода. Вот. Просто, ну, как правило, да, считается, что вода из бюветов, из этих колонок, она чище. Ну, плюс еще появились лет пять назад еще аквабоксы, это просто такие боксы, где заливают, приезжают воду, вот, тоже очищенную, питьевую, вот, и тоже ее можно набирать. Но, как правило, за оплату. То есть если водокачка бесплатна, то там за небольшую оплату. Понятно. То есть с этим вопрос решается. А как обстоит дело в метро, то есть вот когда отключение света? Метро работает. Метро полностью, я же сказал, что объекты критической инфраструктуры, больницы, госпитали, различные админоучреждения, бывшие военкоматы, у нас ТЦК называется, территориальные центры комплектации, вот, они работают. Вот, и метро тоже работает, значит, весь электротранспорт тоже работает, там, трамваи и так дальше. Да, интересно. Вы знаете, мы недавно вот беседовали в наших эфирах, что вот когда, еще до того, как у нас началась вот эта война, 7 октября, у нас многие специалисты говорили, смотрите, надо изучать, надо изучать опыт борьбы Украины. Посмотрите, вот эти беспилотники, шахеды, так называемые, как вот с ними бороться, как Украина с ними борется, перенимать, так сказать, передовой опыт. Наши военные говорили, США, мы все знаем, значит, как с ними работать. И теперь вот ситуация на северной границе показывает, что не больно-то они и знают. То есть, да, большие, крупные беспилотники сбиваются легко и, так сказать, знают, как это делать. А вот когда летят вот эти маленькие, совсем маленькие, да, то с ними возникает проблема, потому что когда на него там натравливают F-16, да, то ему достаточно сложно его поймать. То есть, это либо вертолет, либо вот я помню у вас, по-моему, вы рассказывали, рассказывали в эфире, что у вас приспособили эти самые кукурузники, то есть это сельхозавиацию, там ставили на них пулеметы, и, значит, они сбивают. Ну, значит, я читал это, и они сбивают этих шахедов, да? А, это где-то было, да, действительно, я видел в одном из телеграм-каналов какое-то видео, да, но, по-моему, там была не по шахедам работа, если я не ошибаюсь, но не суть. Да, ну, в общем, короче говоря, сейчас вот за голову схватились, как бы срочно решают эти проблемы. Вот, у нас даже сейчас вернули на вооружение, это стыдно сказать, есть такая зенитный комплекс «Вулкан», зенитная пушка, то есть это, знаете, вот пушка, как в фильмах про Вторую мировую войну, то есть спаренные эти самые мелкокалиберные пушки, которые в 70-е, 60-е годы использовались в Израиле как системы ПВО против самолетов, потом их задвинули в дальний ящик, потому что понятно, что против современных самолетов они совершенно не могут использоваться, и сейчас вот их достали, так сказать, из «Нафталина», срочно переоборудуют, ставят на них радары, то есть не на них радары, а какое-то соединение с радарами для того, чтобы использовать их вот против вот этих самых вот летающих чертей? Вы знаете, Александр, у нас, я с вами вот этот стыд разделю, скажем так, хотя тут ничего такого нет, конечно, постыдного, то есть на войне все средства хороши, но у нас есть мобильные группы, которые сбивают шахеды, вот эти иранские беспилотники, ну или там иранско-российские, уже непонятно, то на некоторых стоят пулеметы «Максим», чтобы вы понимали. Почему нет? Но если это работает. Это «Тачанка», а где их взяли, эти «Максимы», то есть это же… На складах были, оказывается, у нас до сих пор. То есть от «Батьки Махну» остались, что ли? Я не пойму. Ну, типа того. От «Царя Батю». Интересно. Да. Хорошо. Валентин, у меня к вам еще такой вопрос. Вот много говорят и много пишут о том, что идут процессы в Украине, связанные с борьбой с коррупцией и так далее. Но вот в последнее время что-то, ну, по крайней мере, мне не попадалось. И вот в иностранной прессе, так сказать, не украинской, совершенно не пишут ничего про заложного. Где он, что он, почему его все-таки сняли. Есть какая-то сейчас более, так сказать, точная информация? И я даже где-то слышал, что про него продолжают под него копать. То есть до Британии он так не долетел еще, правильно? Сказать тяжело, где он находится. Ну, во всяком случае, когда примерно месяц назад Кличко вручал звание почетного гражданина Киева залужному и известной украинской писательнице Лине Костенко, то они фигурировали на фотографиях. Ну, вроде бы не фотошоп и вроде бы не нейросеть. Поэтому на тот момент заложный, скорее всего, был в Киеве. Действительно, как мы все знаем, Зеленский назначил его послом Украины в Великобритании. И в марте, сразу после его отставки с должности военкома, Британия согласовала его назначение. Там есть определенные процедуры дипломатические. Грубо говоря, что Британия дает добро именно на этого дипломата. То есть там не было вопросов. Я так понимаю, сейчас он ждет своего назначения или вручения верительных грамот королю Карлу. Я знаю, что, в принципе, вот по опыту других дипслужб, других посольств, бывало такое, что посол приезжал, например, летом, а грамоты вручал под Новый год. Тоже такое было. Ну, посмотрим. В ближайшие, я думаю, несколько месяцев должна ситуация, или, может, даже недель, ситуация проясниться. Насчет того, копают под него или нет. Ну, я думаю, что под него копали изначально, потому что все-таки с процессом его снятия есть разные тут варианты. Сейчас уже прошло определенное время, может быть, появилась какая-то ясность. То есть первые дни это одно, а вот сейчас как-то информация уже немножко, ну, как бы это помягче сказать, устаканилась. Ну, знаете, по-моему, я когда комментировал, и, в принципе, вот была масса информации, что офис инцидента может видеть в залужном некого конкурента, да, на будущих выборах. Но я вам говорил много раз, что выборов у нас не будет. Могу повторить еще раз. Единственное, что речь могла идти уже про поствоенный период. Тогда, да, тогда, конечно, вы же понимаете, в каком фаворе у нас будут военные, да, в каком по счете и уважении. Ну, и сейчас, в принципе, да, а после войны тем более. То есть это будут победители, очевидно. Даже если ситуация не совсем в нашу пользу закончится, да, то есть война, то все равно это будут защитники, победители. И понятно, что любые политсилы, в которых они будут участвовать или которые будут поддерживаться военными, они будут иметь колоссальный успех. Поэтому в том числе, конечно, скорее всего, и заложный банковый, то есть офисом президента мог рассматриваться как потенциальный конкурент. Тем более, что действительно у него слава была такого, ну, спасителя, защитника, действительно. Вот. И небесосновательно. Хотя, с другой стороны, я бы не сказал, что какой-то был острый конфликт между Зеленским и заложным. Совершенно нет. Тем более, что вы, как вы помните, уже после того, как заложный был отправлен в отставку, Зеленский его наградил самой высокой наградой, да, званием Героя Украины. Вот. Поэтому тут ситуация не совсем ясна, насколько конфликт глубокий. И действительно, есть ли он. Но то, что вот вы сказали, копали под заложного, скорее всего, похоже на правду, потому что вот у нас в последнее время довольно активно обсуждают дело полковника Борисова. Я сейчас в двух словах расскажу, кто это и что это за дело. Это бывший одесский военком, полковник Евгений Борисов. И примерно год назад, в июле прошлого года, против него возбудили уголовное дело якобы о незаконном обогащении. У него нашли недвижимость в Испании. Ну, тут самого факта нет, преступления в том, что у него есть недвижимость. Но у Госбюро расследований были по этому делу вопросы. И вы знаете, все бы ничего, если бы Борисова не связывали с ближайшим окружением заложного. И есть такое мнение, что под него копали не столько из-за коррупции, и, возможно, там даже нет какой-то коррупционной составной, сколько из-за того, чтобы подобраться ближе к самому заложному и иметь, скажем так, больше козрей, чтобы как-то на него надавить, ну, сами понимаете, такие, скажем так, рычаги влияния. Вот, потому что, насколько мне известно, тот же Борисов, он сам приходил в Госбюро расследований и давал показания. Но, тем не менее, потом все-таки его арестовали под подозрение, повторюсь, в незаконном обогащении. Поэтому вот возникает вопрос, действительно ли все так ясно в деле Борисова, или все-таки там есть какая-то, какой-то, скажем так, политический подтекст. Вот, то есть, повторюсь, не хотели ли, используя вот эту историю с Борисовым, подобраться к заложному. То есть, цели лишь заложного, а там уже вот кто под руку подвернется. А мне попадалась информация о том, что, в общем-то, и под сырским качается кресло. Вы что-то слышали об этом? Ну, слышал, потому что, конечно, слышал, потому что у нас есть такая одиозная депутарша, Марьяна Безуглая, которая любит вот выдавать разные месседжи, которые, ну, очень часто генерируются тоже на банковой, то есть в офисе президента. Ну, вот, например... Минуточку, минуточку. Это так вот, как в свое время в России был известный, так сказать, Владимир Вольфович, известный, так сказать, клоун, который, в общем-то, транслировал то, что ему поступало напрямую из Кремля. Ну, грубо говоря, да, хотя, конечно, Безуглой и Жирновской это разные личности совершенно. Разного уровня фигуры, да? Ну, и фигуры у них более разные. Да, значит, ну, что-то типа того, да, вы правильно выслите, Александр. Ну, например, в канун снятия Залужного Марьяна Безуглая тоже вот писала гневные посты в социальных сетях, говорила, что вот пришел черед его снимать и так далее. Теперь, да, она то же самое пишет и про Сырского, что, дескать, у него там провалы на фронте, что он не подготовился к наступлению россиян в Харьковской области, хотя на этот счет есть разные мысли, потому что, ну, не только Сырский занимается, значит, обустройством мнения обороны, правильно, плюс назначение Сырским такого себе Юрия Содоля, командующим группировкой войск Хортица, а эта группировка войск, она практически командует всем восточным фронтом, да, от Угледара до Купинска, да, вот, а Содоль говорит, что он некомпетентный военный, поэтому, дескать, и Сырский тоже некомпетентный, значит, его надо тоже снять с должности военкома, вот, но пока новых вводных не было в СМИ и в социальных сетях, поэтому продолжаем следить пока за этой ситуацией, но действительно, да, есть ряд вопросов к Сырскому, хотя есть и ряд плюсов, потому что, например, киевская оборонительная операция в начале войны, он командовал, и она была успешной для Киева, да, мы разбили российские наступающие части, самые элитные, самые боеспособные, кстати, потом была наша наступательная операция Балаклейско-Купинская, в ходе которой мы освободили всю, или почти всю, Харьковскую область, северную часть Донецкой области, и тоже Сырский командовал этой операцией, поэтому, видите, тут есть как и плюсы, вот, в его пользу, да, так и минусы, но будем смотреть за информацией. А вы знаете, вот как раз в те минуты, когда мы с вами беседуем, в телеграм-каналах появляется информация о том, что президент Зеленский проводит совещание о вставке, посвященное энергетической безопасности, в частности, он поручил правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов с налоговыми и таможенными льготами, со специальными кредитными программами и так далее, солнечные панели, смарт-счетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе и в каждой больнице. Так что, вот просто, знаете, очень актуальная тема. У нас, да, безусловно, это актуально, потому что, я повторюсь, на пороге, или, скажем так, ну пока еще не на пороге, но где-то там на горизонте, да, у нас все-таки действительно зимний отопительный сезон. Поэтому к нему надо уже готовиться сейчас или, как говорится, еще вчера. Вот. И действительно надо думать, как мы можем максимально выигрышно выйти из этой ситуации. Поэтому, то, что касается различных солнечных панелей или электрогенераторов, дизельных генераторов, у нас, в принципе, что касается частично крупного, вот, среднего бизнеса и малого, они потихоньку уже адаптируются. То есть, если вот вы спрашиваете, да, как, ну, если вернуться к первому вопросу, наверное, к главному нашему вопросу, как мы справляемся, то, в принципе, уже кафешки различные, супермаркеты, гипермаркеты, торговые центры, да, более крупные, они уже более-менее адаптировались. То есть, они еще в первые блок-ауты, которые были, как вы помните, с ноября 22-го по февраль 23-го года, они, в принципе, сделали выводы из предыдущих отключений света, которые, кстати, были более тогда продолжительные, вот, и ставили, уже начали ставить электрогенераторы, дизельные генераторы, вот, и, в принципе, даже, когда света нет, можно спокойно зайти, рассчитаться карточкой в тех же супермаркетах, в тех же кафешках, пабах и так дальше. То есть, потихоньку мы уже приспосабливаемся к этому, но все-таки главный вопрос, это, конечно, отопление, да, отопительный период. Да, это действительно самое главное. Валентин, не могу не спросить по поводу мобилизации, то есть, как проходит мобилизация, много было шума об этом, что объявлять общую мобилизацию, не объявлять мобилизацию, что происходит сейчас? Ну, мобилизация у нас была объявлена в первые дни после начала полномасштабного отражения России, и даже еще перед этим был призов резервистов, то есть, у нас был преддвоенной резерв, именно не мобрезерв, а именно хорошо подготовленные кадры, которые могли в течение суток двое стать под ружье, то есть, их призвали, то есть, очевидно, все-таки мы готовились, никто не верил, как вы знаете, да, я помню, что и вы говорили, что и вы не верили до последнего, и мы не верили, но тем не менее, власти готовились к втражению России возможному, поэтому у нас был уже тогда резерв хороший, подготовленный, ну и понятно, что объявили мобилизацию, хотя, конечно, в первые месяцы, наверное, весь первый год войны было очень много желающих, то есть, военкоматы просто ломились, я помню эти очередя, вот, когда действительно был всеукраинский подъем, люди шли разных профессий, даже и без профессий военных, да, скажем так, не нюхавшие пороха именно, именно на защиту родины, вот, и, сейчас намного меньше уже желающих, хотя тоже уже, тоже приходят добровольцы, вот, есть, есть их проценты, около примерно 30%, вот, скажем так, добровольцы, вот, что касается, в целом, мобилизации, ну, вот, тоже было недавно заявление секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, он сказал, что, сейчас процитирую, секундочку, сейчас просто буду переводить из украинского, поэтому извините, если буду делать паузы, значит, количество мобилизованных превышает наши ожидания, вот, он так сказал, то есть, и если в таком плане темпы будут сохраняться такие и дальше, к концу лета, то можно говорить уже осенью о демобилизации тех частей, которые вот буквально с первых дней войны принимают участие, и это очень хорошо, потому что у нас, я знаю, есть части, которые без ротации реально вот уже два года, даже больше, поэтому, если у нас реально все так хорошо будет с мобилизацией, вот, а мы должны понимать, что вот, да, бывает, попадают в сеть видео, и их, увы, немало, когда военкомы или полиция, ну, буквально вяжут, да, вот, людей на улице, доставляют их в буси, как в эти, ТЦК, то есть военкоматы по-старому, такое есть, мы должны понимать, что эта проблема, ее надо решать с одной стороны, с другой стороны, эта проблема не носит массовый характер, потому что, понимаете, в сеть попадают самые острые кадры, то есть, в сеть не попадет кадр, когда просто подходят военкомы или полиция, да, вместе, и вручают нормально повестку, и человек расписывается и просто уходит, например, или, например, он не расписывается, но ему ничего не делают, попадают самые острые, самые скандальные кадры, то есть, если, например, в Украине в день выдают около тысячи повесток, то из них, например, 950 выдают нормально и 50 со скандалами, и понятно, что в сеть попадут вот эти вот 50 скандальных, мы должны это понимать, но в целом, в целом, мобилизация проходит нормально, спокойно, вот, и действительно, я вижу, что, ну, таких скандалов с задержаниями или с нарушением прав стало намного меньше, то есть, и, очевидно, и власти приняли к сведению перегибы сотрудников военкомата, плюс у нас работает горячая линия Минобороны, где можно пожаловаться на некомпетентность сотрудников ТЦК военкомов, то есть, вот, поэтому, да, скорее всего, у нас все нормально с мобилизацией, у нас все нормально с мобрезервом, то есть, не слушайте там пропагандистов российских, которые расскажут, что все, тут уже надо всех ставить под ружье, чуть ли там ни стариков, ни женщин, ни пенсионеров, ни детей, это все чушь собачья, просто были реально прорехи в этой системе, да, она еще была не отлажена, к сожалению, и такие у нас были скандалы, когда ловили людей, когда действительно перегибали палку военкомы, да, но если возвратиться вот к вопросу о демобилизации, если действительно это правда, и у нас все так хорошо, а я повторюсь, это похоже на правду, то, конечно, мы сможем какую-то часть военных, ну, надо принять, будет закон сначала о демобилизации, да, а потом уже, значит, ее объявить, и мы сможем уже их уволить, наконец, это будет хорошо, потому что можно будет проводить ротации чаще и эффективнее, и действительно уже отправить в резерв вот, или уволить со службы тех, кто выполнил свой долг на 200, на 300 процентов, повторюсь, которые с первых дней войны принимали участие в самых, самых ожесточенных участках фронта. Да, ну и потом это же не случайно называется резерв, то есть вот это люди, это люди опытные, люди обстрелянные, люди обученные, люди понюхавшие пороху, и они в любой момент могут, так сказать, в случае возникновения критической ситуации быть призваны вновь. А, Валентин, спасибо, спасибо большое за этот интересный рассказ. Я напоминаю, что мы беседовали с доктором Валентином Гайдаем, историком, политологом, директором Института Интермариум, а наша программа подошла к концу, вел у Александра Гурарье. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok